МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Референдум 2022. Специальный эфир. Вы смотрите Бобруйск 360. Я Мария Бересневич. Мы начинаем. Все остальное подождет. Первые лица Бобруйска сделали свой выбор. Сегодня мы делаем определенный шаг в будущее. Где и как голосовал Александр Студнев. На канал «Будущее страны». Три часа основного дня электоральной кампании позади. Нарушение в ходе возделения граждан не зафиксировано. Какой страна будет завтра? Судьба Конституции в наших руках. Решили собраться и съездить уже проголосовать, чтобы в самый последний момент просто не затягивать. Сколько белорусов проголосовали досрочно? Основной день голосования на республиканском референдуме наступил. Среди желающих сделать свой выбор в первые часы и руководство города. Мэр Бобруйска отдал свой голос в 10 утра на 33-м участке, который расположился в здании электрических сетей. Александр Студнев, согласно процедуре, сперва показал паспорт членам комиссии. Они сверили данные. После расписался в бланке и на руки получил бюллетень. Затем отправился в кабинку и сделал свой выбор. Сегодня мы делаем определенный шаг в будущее. Да, у нас есть действующая Конституция, основной закон, по которому мы сегодня живем. Но, наверное, все-таки время не стоит на месте и надо уже смотреть и вперед в будущее. Я благодарен сегодня, в первую очередь, нашим бобручанам, люди, которые со своей гражданской позицией тоже не находятся в стороне, потому что они тоже активно участвовали и давали конкретно свои предложения по внесению изменений в Конституцию. И хочу сказать, что именно определенные наши предложения тоже были приняты. Председатель горосполкома пожелал членам комиссии и голосующим хорошего настроения. Призвал бобручан сделать свой выбор осознанно, ведь сегодня поистине историческое событие. Участки распахнули свои двери ровно в 8 утра. По всей стране их свыше 5,5 тысяч. В списках 6 миллионов 800 тысяч белорусов. Наша съемочная группа запечатлела момент опечатывания урн Ольга Васенда о том, как это было. 27 февраля, 7.50. Председатель седьмого участка в первой школе демонстрирует пустую урну, затем ее опечатывает. Пломбирует ящики для голосующих на дому. За соблюдением всех правил пристально следят наблюдатели. Посмотрев работу комиссии в Могилеве, работу комиссии в Бобруське, мы замечаем, что на данный момент нарушение в ходе возделения граждан не зафиксировано. Комиссия работает профессионально. Все условия для возделения граждан в республике Беларусь созданы. Уже в первый час голосования на первом участке десятки желающих отдать свой голос. В списках сразу 2600 человек. Многие уверенно заявляют, от выбора, который не сделают сегодня, зависит их будущее завтра. Нам надо действительно жить по-новому. Это говорю как отставник майор, который Чернобыль прошел, ликвидатор. Я за. В основной день референдума в Могилевской области открыто свыше 700 участков. Чтобы отдать свой голос, при себе нужно иметь паспорт, айди-карту, военный билет, служебное удостоверение или водительские права. У бюллетеней всего один вопрос. Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции? Ответы – за или против. Можно поставить галочку, крестик или любой другой знак. Если отметка стоит в двух квадратах или не поставлена ни в одном, бланк признают недействительным. Исполнить свой гражданский долг можно до восьми вечера. После начнется подсчет голосов. Всего в списке для голосования внесены свыше 6 миллионов 800 тысяч белорусов. Ольга Вассенда, Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Досрочное голосование позади. Центр сберком подвел итоги по стране за пять дней. Свой выбор заранее активно делали и бобруйчане. Простые жители, впервые голосующие и молодые семьи. Карина Гуревич пообщалась с теми, кому небезразлично будущее Беларуси. В Беларуси завершилось досрочное голосование на республиканском референдуме. С первого дня бобруйчане активно проявляли гражданскую позицию и приходили на участки. У каждого свои причины сделать выбор заранее. Одни построили планы на выходные, другие не хотели откладывать важное на потом. Чтобы лучше жилось в нашей стране, конечно же, и экономические условия, чтобы тоже улучшились. Ну, чтобы всё было только к лучшему. С такими голосовыми условиями. Достигшие 18 лет должны все. Все проголосовать для того, чтобы каждый голос важен. Я за мирную, процветающую Беларусь. За мир во всём мире. Чтобы не было войны. Вот. Мы же жили под мирным небом. Для Анастасии Свирид самое главное – её муж и ребёнок. Девушка уверенно строит жизнь в Беларуси. Ведь здесь созданы все условия для молодой семьи. Горожанка признаётся, когда с супругом впервые услышали про референдум, нераздумывая решили идти голосовать, чтобы подать правильный пример маленькой Анечке. Мы всей семьёй решили собраться и съездить уже проголосовать, чтобы в самый последний момент просто не затягивать. Голосую в первую очередь за изменения, за новшества, чтобы наша страна могла в дальнейшем развиваться. Тем более, когда появляются дети, естественно, все мысли о детях и о их будущем. Как они будут в дальнейшем жить, какие будут возможности, будет ли у них крыша над головой. И в дальнейшем, конечно, обучение их. Правом отдать свой голос заранее активно пользовались горожане всех возрастов. Военные, пенсионеры, семейные пары. Молодёжный микрорайон тоже не остался в стороне. В 35-й школе сразу два участка. В списках 4331 бобручанин. Сюда жители приходили вместе с детьми. Для малышей здесь подготовили игровую зону. Как сознательный гражданин нашей страны, как мать, я несу ответственность за будущее своей страны. И я хочу спокойно отпускать своих деток погулять на улицу и слышать звонки, смех. Я хочу наблюдать, как гуляют пары по городу. Хочу любоваться красотой наших улиц. Поэтому, как гражданин своей страны, я считаю моим долгом прийти и сделать свой выбор за счастливое будущее. Я пришла на референдум, так как считаю, что мой голос очень важен. Точно так же мы должны приучать наших детей ходить на такие мероприятия, чтобы за них не решали другие люди и делали своё право выбора самостоятельно. За время досрочного голосования формировались и списки тех, кто хочет проголосовать на дому в основной день. На самих же участках создана безбарьерная среда, оборудованы пандусы и специальные кабинки. Для незрячих подготовили специальный трафарет. Бюллетень вкладывается внутрь и по точкам определяется ответ. Одна за, две против. Для слабовидящих есть увеличительное стекло. На всех участках позаботились и о безопасности. Достаточно свободного места для соблюдения дистанции. Кабинки без штор. Чем меньше прикосновений к предметам, тем надёжнее. Многие голосующие в масках. Это значимый день в нашей жизни. И поэтому я считаю, что каждый гражданин обязан прийти сегодня проголосовать. Лично я хочу, чтобы у нас было всё хорошо. Бобручане досрочно выражали свою позицию на 99 участках. За пять дней, по данным ЦИК, гражданский долг выполнили 42,93% белорусов. В Могилёвской области свыше 44%. Карина Гуревич, Татьяна Горбач, Максим Галёнко, Станислав Чичерин. Бобруйск-360. Это всё из событий к этой минуте. Корреспонденты Бобруйск-360 следят за референдумом 2022 в особом режиме. До встречи в 15 часов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин